Привет, дорогие друзья! Вы, наверное, заметили, что я обходил своим вниманием после запуска Крымского моста, но не в той мере, в которой многие блогеры уделили внимание этому открытию. Я не сравнивал, почти не сравнивал, что заявляли до этого украинские всевозможные эксперты, украинские телеканалы, касательно того, что это невозможно, потому что это невозможно никогда и так далее. Почему? Потому что я до этого много раз такое вам показывал на сравнении. Но я включил ТСН-тиждень, то есть ТСН-неделя на 1+,1 на одном из самых главных украинских телеканалов и лучшую программу новостей и уже не смог просто сдержаться. Проект, который хотел сделать Гитлер и Шпеер, главный архитектор Рейху, а сделать его Путин? Хочешь унизить? Унизь побольше. Хотел осуществить Шпеер, Гитлер, а осуществил Путин. И это, она говорит, рассказывают пропагандисты на российских телеканалах, и теперь над этим смеется весь мир. Так хвалились этого тижня российские телепропагандисты, чем насмешили свет. Да, поверьте, весь мир просто начал хохотать. Я везде нашел вот этот вот кусочек. Этот проект хотел осуществить Николай Второй. Этот проект хотел осуществить Гитлер и Шпеер, главный архитектор Рейха. Сделал этот проект в начале 40-х годов. А сделал его, осуществил его Путин. Это кусочек из программы «Время покажет». «Время покажет», где участвуют в большинстве своем люди за деньги, устраивающие шоу, которое некоторым россиянам очень сильно нравится. Я нашел полный кусочек. Почему не показывают полный? Этот проект хотели осуществить англичане в 19 веке. Этот проект хотел осуществить Николай Второй. А, незадача. Зачем надо было англичан вырезать? Без англичан не так смешно получается, да, что этот проект хотели осуществить еще и англичане. Говорит это, по-моему, не ведущий, ведущий там, которого плевали, а какой-то гость. А сделал его, осуществил его Путин. Я, кстати, слушаю. Ну и залу очень сильно нравится это высказывание. Дальше она перечисляет, что это архитектурное диво, которое построено, на самом деле, вопреки международному праву, вопреки всему. И вопреки предупреждениям еще и экспертов. Багатомиллиардное архитектурное диво. На зло международному праву. Всупереч инженерным пересторогам. Незважаючи на финансовые витрати. И наплювавши на все живое в Азовских водах. Но вот теперь основная проблема этого моста. Он угрожает всему живому. И стал загрозой целому региону. И сейчас объясню, чему. И она объясняет, что раньше, вот там вот спокойно плавали рыбки. Рыбки плавали себе нормально, дельфины, все. А теперь раз. И как рыбы проплывут там, а? Ранее спокойно плавали рыбы, дельфины, биопланктон. Змешивалися пресніші азовские и солонейшие черноморские води. Теперь фактично на горле Азовского моря появился зашморг у виглядя 19-километрового мосту. Вот и все. Раньше плавали рыбы, планктон опять-таки. А теперь все, габздец. Адже очень скоро, саме через Кримский міст, течея в протоці послабится. Азовское море начнет опріснюватися. И может взагалі перетвориться на Чорноморскую затоку, что знищить багато живых организмов. И все умрет. И все умрет. Но если мы обратимся к выпускам телепрограммы этой же телепрограммы ТСН на этом же телеканале, то мы узнаем, что ничего плавтону не угрожает. Кремлевские мрії в интернеті. З'явился ролик, презентация моста через Керченскую протоку. Росийский автодор пропонует взвести 19-километровый перехит через... И ведущая еле сдерживает смех. Озвучивает потом сумму проекта 10 млрд долларов. Объект может потягнуть на 10 млрд долларов и стать на найдорожчем у свете. Через пару месяцев она уже не улыбается и сообщает, что все-таки начали строить. Между Кримом и Россией начали строить поблизу Керчи. Там на узбережье появилась важная техника, что вывантажил гранит и щебень. И стоимость сократилась ровно в два раза. До 5 млрд долларов. Кушать такой мест будет до 5 млрд долларов. Но нет, 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 стоп, стоп. Хорошая новость. Никто не хочет его строить. Никто не хочет строить Керченскую переправу до Крима. И опять, едва сдерживая злорадство, она рассказывает о том, как Путин хвастался на Ялтинском форуме. А на Ялтинском форуме хизувався, будівництво мосту нібито просувается. Как будто продвигается строительство. Нету денег. На мест до Керчи в России немае грошей. И поэтому даже крымчанам предлагают сброситься на мост. Представляете, до чего дошли? Они позорники, тфу. Крымчанам предлагают скинутися на будівництво Керченской переправы. Ну, и ничего страшного, даже если начали немножко строить, шторм снес мозг чертям. Керченская халепа. Після шторму Кримское узбережжение завалило трубами из Сумнозвісного мосту. Это все должно было защитить мост, но на самом деле все развалилось. К свиньям. В будівництві Керченського мосту вони мали захищати конструкцію від штормів. Утім, цих вихідних хвилеріз було зруйновано. А вот, смотрите-ка, это прекрасно. Это тоже из ТСН-тиждень. Та же самая программа ТСН-тиждень. Ну, похороны моста. И пока одни реалізуют фантастику, інші прощаються з фантазиями. Цього тижня поховали Сумнозвісний Керченський міст. Переходу з російської Кубани до Криму не буде. Фантазії сепаратистів розбилися об свору реальність. Ну, похороны моста. Скажите, ведь это же, никто не заставлял их делать эти, постоянно эти сюжеты. Для чего они делаются? Вот для чего? Ну, если есть какая-то проблема, то надо говорить объективно. Вот эта проблема, да. Для нас там это, считаем, это проблема. Они строят этот мост. Строят, строят, продвигаются. Нахрена рассказывать, что постоянно что-то не так. А если уже, знаете, все так, ну, вот зато турки врезались в мост. Он, наверное, упасть должен был. Турецкое вантажное судно Лира врезалось в недобудованный Керченский міст. Мелочь вроде, а приятно. Ну, давайте продолжим просмотр сегодняшней уже программы. Зокрема, например, азовских дельфиней, которых осталось очень мало, и жить они могут только в солоней морской воде. И о дельфинах уже забеспокоились, азовских. И об острове Тузла, потому что остров Тузла тоже еще хуже все с ним будет. Під загрозой опинился и остров Тузла. Он будет получать еще сильнейшие штормовые удары, и этим тоже очень беспокоены экологи. Да и моряки встревожены, потому что слишком низкий мост. Не меньше встревожены и моряки. В районе мосту поворот судноплавного каналу. И новая переправа уже значно потруднила проходжение кораблей. Но страх вот за дельфинов и за планктон отступает на второй план перед главным страхом. Ведь этот же фантастический памятник коррупции может просто рухнуть. Но страх от побудования моста на самом деле ничего, поревняно с небезпекою, что этот фантастический памятник коррупции может просто впасти и пригородить гирло. Наразі инженеры боятся пускать по нему поезды. И не ясно, чи пустят взагалі. Вот они уже отыскали Георгия Росновского, инженера, который очень недоволен этим мостом, этой постройкой. Вообще какая-то бредовая постройка. В открытии незаконного мосту мы решили поглянути разом с Георгием Росновским. Инженер-мостобудивник спроектував не один десяток мостов. Прораховывал о 90-х и Керченский міст до Росии. Побачена его дивуя. Открывают только для легкого движения. Что это такое? Это аварийные конструкции. Ну очевидно. Потому что там невозможно было мост построить. Это аварийные конструкции. Свай у него очень плохие. И за свай мост не может простоять больше 15 лет. Так он все-таки 15 лет простоит все-таки или сразу рухнет? Он рухнет сразу или через 15 лет? Через 15 лет, знаете, мало ли что оно будет. Так он еще простоит 15 лет или как? Исторические паралели, озвученные на Росканалах, не потребуют коментарей. Этот проект хотел осуществить Николай Второй. Этот проект хотел осуществить Гитлер. Да, исторические паралели. Посмотрите, хотел Гитлер осуществить. Хотел Путин. Англичан мы вырезали, да? Но еще много кого вырезали. Потому что вот это вот, это их же программа. Но эта программа сделана до того, как собирались еще осуществлять, как начали строить. Розмовы про строительство мосту тривают уже роков 70. Але доси все користуются паромной переправой. 70 лет, оказывается, об этом говорили. Говорили, балакали, силы и покакали. А далее вот она перечисляет, кто хотел построить этот мост. И у кого даже получилось на время его построить. А, оказывается, и Советский Союз тоже там строил. Оказывается, и в 50-х, и в 60-х, и в 90-х, и в 2000-х были проекты по построению этого моста. Оказывается, и деньги туда, Гатилин, немало. Были еще спроби в 50-х, в 90-х, и в 2000-х. Час из часу, залежно от политической доценности, тема мосту не просто поднималась, у него в Гатиле чималые деньги. Деньги, оказывается, туда еще. А во что? Вот мне интересно. В проекты, наверное. Но я думаю, что если этими проектами, значит, бумажные такие, толстые, наверное, вот выложить, можно опоры уже моста создать, правильно? И сверху запустить другие проекты. Иван Войтович показывает почти 6-ти километровый проект его институту на замовление уряда. Фактически один в один, про который ныне говорит Россия. Ах, как интересно. Получается, украинские архитекторы, украинские НИИ по заказу Кабмина делали проекты, которые полностью практически соответствуют тому, что создала Россия. А почему тогда Украина не создала? Я вот чего-то ни этого понять не могу. Сейчас эту передачку они бы не пустили. А тогда рассказывали, что, оказывается, наши создали проекты. И такого же. По вверху мают идти 4 смуги автомобилей, а посередине мают идти залезница. Ранее рассматривались 4 географические вариантии мосту, на каком остановятся россияне, пока что не зрозумело. И самое главное, вот этот вот мужчина. Ну это какой-то просто сепаратизм, неприкрытый, скажем так, на ТСН. Антигосударственная какая-то позиция. Срочно удаляйте этот ролик. Вот японцы строят при землетрясениях, наводнениях и получается. Будет дороже. Расскажут, еще будет дороже. Вот и все. А построить можно. А построить можно. Ну, сегодня-то втюхивают вот это. Проект, который хотел сделать Гитлер и Шпеер, главный архитектор Рейху. О, а также этот проект хотел осуществить Украина. Украинские проектные организации разрабатывали проекты. Научно-исследовательские институты поглощали бюджетные деньги. Кабмин давал заказы. Кабмин тоже выделял под это немалые средства. Получал проекты. Ну и дальше этого ничего не шло. Много лет. Много десятилетий. Как интересно иногда возвращаться к тому, что раньше рассказывали украинские телеканалы. У меня все. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Мы здесь не пропускаем ничего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok